И перейдем к нашему сегодняшнему вебинару. И, как известно, среди множества видов кардиоваскулярных осложнений системной противоопухолевой терапии, именно систолическая дисфункция миокарда и возникающая вследствие такой дисфункции сердечная недостаточность является одним из наиболее серьезных осложнений лекарственной противоопухолевой терапии. И первым и важнейшим вопросом является понимание тех препаратов, которые вызывают сердечную недостаточность. И наиболее частая и наиболее изученная форма сердечной недостаточности, то есть сердечная недостаточность, которая возникает в результате противоопухолевой терапии антрациклиновыми антибиотиками. И в течение последних 20 лет появилось достаточно много данных, которые касаются возникновения дисфункции миокарда и сердечной недостаточности у пациентов, которые получают терапию антихер-2 препаратами. Это как таргетные препараты моноклональные антитела, это тростузумаб, пертузумаб, так и ингибиторы тирозинкиназ, в частности лопатениб. Кроме того, ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия, это препараты, которые блокируют рост сосудов, это происходит в опухолевых, в тканях опухоли. Это препараты, также ингибиторы тирозинкиназ различные, сарафиниб, ленватениб, окситиниб, так и моноклональные антитела, биоцизумаб. И четвертая группа препаратов, которые могут вызывать дисфункцию миокарда и сердечную недостаточность, это брафомекингибторы, которые используются для лечения меланомы. И здесь это кобиметениб, доброфениб и трометениб. Механизмы возникновения кардиотоксичности при использовании различных препаратов, они также различны. Вот при возникновении сердечной недостаточности, которая обусловлена применением антрациклинов, главнейшую роль играет ингибирование нормального функционирования топоизомиразы 2B, которая вызывает нарушение репликации ДНК, и эти нарушения происходят в кардиомиоцитах, и в результате возникает прогрессирующая сердечная недостаточность. Если говорить о механизмах кардиотоксичности антихер-2 терапии, то она обусловлена тем, что на мембранах кардиомиоцитов также имеются различные формы хер-рецепторов, и поэтому перекрестное блокирование как хер-2, так и хер-4 рецепторов на мембранах кардиомиоцитов может вызывать возникновение систолической дисфункции миокарда. И вы видите, если говорить о различных антихер-2 препаратах, то здесь возможно воздействие на различные участки хер-2 рецепторов, различные домены, и в конечном итоге все это вызывает нарушение внутриклеточной передачи сигнала и возникновение в итоге сердечной недостаточности. Если говорить о механизмах кардиотоксичности антиангиогенной терапии, то здесь также несколько возможно механизмов развития. Вот вы видите здесь механизм развития сердечной недостаточно связанный с сунитенибом, который может вызывать блокирование фактора роста сосудистого эндотелия как в перицитах, так в эндотелиальных клетках, как и собственно в кардиомиоцитах. И все это вызывает сначала функциональные, а затем структурные нарушения и возникновение сердечной недостаточности. А механизмы кардиотоксичности BRAF и МЕК ингибиторов, они связаны с блокадой сблокирования внутриклеточной передачи сигнала, что в итоге приводит к тому, что в клетках запускается апоптоз, и это происходит и в кардиомиоцитах, что впоследствии приводит также к возникновению сердечной дисфункции и сердечной недостаточности. И очень важно современное определение этого осложнения и в настоящий момент выделяет такую нозологическую форму, как сердечная дисфункция, связанная с терапией рака. Она может быть симптомной, которая соответствует различным степеням сердечной недостаточности. Легкая – это когда имеются легкие симптомы, какая-либо интенсификация терапии не требуется. Если у пациента умеренная симптомная дисфункция, то тогда возникает необходимость амбулаторной интенсификации терапии, подключение диуретиков, тяжелая требует госпитализация, очень тяжелая сердечная достаточность. Она, безусловно, требует лечения в отделениях интенсивной терапии, соответственно, инотропной поддержки, механической поддержки кровообращения и в конечном итоге возможно рассмотрение вопроса трансплантации сердца. Если говорить о бессимптомной дисфункции, то она бывает трех степеней. Тяжелая, когда у пациента наблюдается новое снижение фракции выброса менее 40%. Если у пациента умеренная бессимптомная дисфункция, то она определяется как новое снижение фракции выброса левого желудочка на 10 и более процентов, ниже величины 50 и или новое снижение фракции выброса менее 10%, но опять же ниже уровня в 50% плюс, к этому у пациента должно наблюдаться новое относительное снижение глобальной продольной деформации на 15% по сравнению с исходным уровнем или нового рост сердечных биомаркеров. Если же у пациента фракция выброса больше либо равна 50%, но при этом возникает новое относительное снижение глобальной продольной деформации на 15% по сравнению с исходным уровнем или новый рост сердечных биомаркеров, тогда у пациента диагностируется легкая бессимптомная сердечная дисфункция. Также очень важный вопрос, который касается частоты возникновения дисфункции миокарда при различных формах противопухолевой терапии. Если говорить об антрациклинах, здесь имеется достаточно четкий дозозависимый эффект и с увеличением кумулятивной дозы доксорубицина частота возникновения кардиотоксичности увеличивается. У пациентов, которые получают 700 и более миллиграмм на метр квадратный, частота возникновения дисфункции может достигать 50%, то есть это каждый второй пациент. Если мы говорим о сердечной недостаточности, которая возникает при монотерапии антихир-2 препаратами, то здесь, конечно, наиболее часто возникновение систолической дисфункции возникает при монотерапии тростузумабом. И вы видите, по достаточно недавно опубликованному метаанализу, до 17% пациентов могут иметь систолическую дисфункцию при монотерапии тростузумабом. Если мы говорим о дисфункции миокарда при антихир-2 терапии в комбинациях, то ожидаемо здесь наиболее часто и больше всего сердечной дисфункции при добавлении к тростузумабу антрациклинов. И вы видите, вот схема, которая представлена на слайде, она наиболее кардиотоксична. И 22% пациентов могут получить, могут иметь это осложнение. А если мы говорим не о неантрациклиновых режимах, то здесь наиболее часто дисфункцию вызывает схема пакетоксил-тростузумаб-спиртузумаб. Вот здесь, видите, практически 10, чуть больше 10% пациентов могут иметь это осложнение. Если мы говорим о сердечной дисфункции, которая связана с антиангиогенной терапией, то здесь наиболее часто это осложнение вызывает биоцизумаб, окситениб, линвотениб и сорафениб. Это около 10% пациентов могут иметь это осложнение. Если мы говорим о сердечной дисфункции, связанной с брафомека-ингибиторами, то здесь наиболее часто, чуть больше 10% это осложнение вызывает коби-метиниб. Следующий важный момент, он касается стратификации риска пациентов, которые будут получать потенциально кардиотоксичную терапию. И согласно современным представлениям, всем пациентам, которым планируется противоопухолевая терапия, этими четырьмя группами препаратов, необходима базовая оценка риска. Как она происходит? Существуют такие вот чек-листы, где множество факторов риска градированы по степеням. Это факторы очень высокого риска. Вы видите, если у пациента изначально и сердечная достаточность или кардиомиопатия, это очень высокий риск. Фактор очень высокого риска. Также если у пациента был там инфаркт, какие-то ревоскулиризации миокарда, если есть клинически значимое поражение, клапанов, стенокардия, снижение фракции выброса, то у пациента будут факторы высокого риска. И примерно такие же чек-листы существуют и для антихерд-2 терапии. Здесь также имеется большое количество факторов риска, которые сгруппированы по каким-то общим признакам. Это факторы образа жизни, текущая противоопухолевая терапия, предшествующая противоопухолевая терапия, демографические факторы, повышение уровня биомаркеров и наличие кардиоваскулярных заболеваний. Также чек-лист такой же существует для антиангиогенной терапии и такой же примерно чек-лист, но с меньшим количеством факторов существует для таргетной терапии BRAF и МЕК ингибиторами. И интегрально все факторы риска, они суммируются и происходит стратификация риска пациентов. Если у пациента отсутствуют факторы риска или выявляется один фактор среднего риска, то пациента относят к группе низкого риска. Если у пациента выявлено один фактор риска с количеством в 2 балла или при суммарном количестве от 2 до 4 любых факторов среднего риска, пациент относится к группе среднего риска. Если суммарное количество любых факторов среднего риска более или равно 5, или есть хотя бы один фактор высокого риска, Таких пациентов относят к группе высокого риска. Если у пациента выявляется, соответственно, один фактор очень высокого риска, то он автоматически относится к группе очень высокого риска. И вы видите, такой подход, который касается стратификации риска, базовой стратификации риска до начала противоопухолитерапии, рекомендуется всем пациентам с классом рекомендаций 1b. И, соответственно, помимо сбора анамнеза, физикального обследования, должны пациенту выполнить общий анализ крови, уровень гликированного гемоглобина для выявления сахарного диабета, липидограмму, ЭКГ и эхокардиографии. И интегрально зачем нужна такая оценка, зачем нужна такая стратификация, для того, чтобы мы отделили пациентов с низким и средним риском, которым не показан какой-то особый контроль от пациентов высокого и очень высокого риска, которым до начала противоопухолитерапии обязательно показана консультация кардиолога или в идеале кардиоонколога именно до начала противоопухолитерапии с целью того, чтобы была модифицирована кардиотропная терапия или было назначено профилактическое лечение. И также очень важный вопрос, который касается методов инструментальной оценки фракции выброса левого желудочка, так как это показатель этот, он является основополагающим при мониторировании пациентов, которые получают потенциально кардиотоксичную противоопухолитерапию. И, конечно, основное значение имеет эхокардиография, её различные варианты, но надо не забывать о том, что существует и магнитно-резонансная томография сердца, и радионуклидная равновесная вентрикулография. И 2D-эхокардиография, она, конечно, наиболее часто используется в повседневной практике, у неё есть свои как достоинства, так и недостатки. К достоинствам относится высокая доступность, простота исследования, скорость исследования, низкая стоимость, но при этом существует и множество и отрицательных характеристик. Это, прежде всего, недостаточная чувствительность при диагностике небольших изменений. Это вариабельность, конечно, диастолического объёма сердца, ударного объёма. Этот показатель очень сильно зависит от геометрии левого желудочка. Если у пациента есть какие-то рубцовые изменения миокарда, то есть нарушение локальной сократимости, то этот метод может дать большую погрязненность. Если у пациента тахикардия или брадикардия, имеются различные нарушения ритма, проводимости, и также качество исследования зависит от опыта исследования, от качества визуализации. И существует также метод контрастной эхокардиографии, когда вводятся УЗИ контрасты, что позволяет существенно улучшить визуализацию, но существуют определённые отрицательные моменты. Это инвазивность, высокая стоимость из контрастных препаратов, это, безусловно, увеличение времени исследования и определённые проблемы с поставками контрастных препаратов. И очень важно использование 3D-эхокардиографии. Конечно, в современных учреждениях, которые проводят противоопухолевую терапию, конечно, должна быть 3D-эхокардиография, потому что результаты измерения фракции выброса в 3D-режиме, они наиболее приближены к результатам МРТ, которые являются эталонными. И здесь более точный результат, хорошая воспроизводимость, но, конечно, существенным недостатком является то, что есть зависимость от качества изображения и низкая доступность оборудования. Также существует такой метод исследования, как глобальная продольная деформация. Все, наверное, слышали про эту методику. Она основана на том, что волокна миокарда при сокращении левого желудочка, они деформируются или сгибаются определённым манером. И вот эти вот изменения деформации миокарда, волокон миокарда, они могут измеряться специальными программами. И было замечено, что эти изменения, они могут предшествовать дальнейшему снижению фракции выброса левого желудочка. И также эти методы, они методы измерения глобальной продольной деформации имеют высокую воспроизводимость. Но недостатком этого метода является то, что у различных производителей диагностического оборудования всё-таки свои различные результаты получаются и требуется определённая стандартизация. И почему важно измерение глобальной продольной деформации у пациентов, которые получают потенциально кардиотоксичную противополитерапию, то что достаточно давно было замечено, что, вы видите, глобальная продольная деформация, её снижение является доказанным предиктором дальнейшего снижения фракции выброса желудочка как при использовании антрациклинов, так и при использовании тростузумаба. И вы видите, что на данном слайде показано, что наиболее в ранние сроки возникновения сердечной дисфункции возникает увеличение тропонинов, то есть тропониновый тест – это наиболее чувствительный и ранний метод диагностики субклинической дисфункции миокарда. Затем происходит изменение миокардиальной деформации, глобальная продольная деформация, а только затем происходит уже снижение фракции выброса левого желудочка. И на наиболее поздних стадиях происходит снижение, появление симптомов сердечной недостаточности. И почему важно выявить сердечную дисфункцию на как можно ранних стадиях? Это обусловлено тем, что вот на данном слайде показано, что если пациента начинать лечить при обнаружении именно субклинической дисфункции, то может быть полный ответ на терапию и полное восстановление сократительной способности миокарда. А если мы на более поздних стадиях уже диагностируем сердечную дисфункцию, то тогда возможен частичный ответ или вообще отсутствие ответа. И также одним из высокоинформативных методов измерения фракции выброса левого желудочка является МРТ сердца. И этот метод, конечно, имеет существенные недостатки в виде высокой стоимости и ограниченной доступности этого метода. Тоже касается и равновесной вентрикулографии, и помимо МРТ здесь существует еще и дополнительная лучевая нагрузка в качестве недостатка этого метода. И согласно современным представлениям, существует определенный порядок применения различных методов измерения фракции выброса левого желудочка. И в качестве метода выбора первой линии рекомендуется измерение фракции выброса с помощью эхокардиографии. Если диагностическое оборудование в наличии, то безусловно необходимо измерять 3D, фракцию выброса в 3D режиме и использовать измерение глобально-продольной деформации. А МРТ сердца следует рассматривать для оценки сердечной дисфункции, когда эхокардиография недоступна или ее результаты неинформативны. Это часто возникает при плохой визуализации. Это пациентки с ракомолочной железы, с различными опухолями средостения легкого, когда отсутствует возможность достоверно визуализировать сердце с помощью эхокардиографии. И если у пациента эхокардиография неинформативна, а МРТ недоступна, тогда возможно применение равновесной вентрикулографии. Следующий важный момент, это после того, как у нас пациент начал получать противоопухолевую терапию, как часто мы должны ему мониторировать фракцию выброса левого желудочка. И то, что касается антрациклинов, это безусловно базовая эхокардиография. Обязательно перед проведением химиотерапии антрациклинами необходимо выполнить эхокардиографию. А затем всем взрослым пациентам рекомендуется провести эхокардиографию в течение 12 месяцев после завершения лечения. То есть базово и после завершения. Всем пациентам с высоким и очень высоким риском рекомендуется проводить эхокардиографию каждые 2 цикла дополнительно и в течение 3 месяцев после завершения лечения. Если пациент у нас получает антихер-2 терапию, то тогда эхокардиография показана базово всем пациентам до начала таргетной терапии. Затем, если пациент получает таргетную терапию как в одевантном, так и в неодевантном режиме, рекомендуется делать эхокардиографию каждые 3 месяца и в течение 12 месяцев после завершения лечения. И существуют такие ситуации, когда пациенты получают таргетную терапию достаточно длительно, это пациенты с метастатическими процессами и рекомендуется таким пациентам в течение первого года терапии выполнять эхокардиографию каждые 3 месяца, а если в течение года изменения такого пациента не выявляется, то наблюдение может быть сокращено до 1 раза в 6 месяцев. Если пациенты получают у нас антиангиогенную терапию, то, соответственно, пациенты высокого и очень высокого риска, они получают эхокардиографию базово и затем каждые 3 месяца в течение первого года. И если пациенты с средней и высокой степенью риска, то можно сократить, вернее увеличить интервал до 6-12 месяцев. Если пациент получает таргетную терапию BRAF и MEK ингибиторами, то им показана базовая эхокардиография. Это касается пациентов высокого и очень высокого риска. И затем, если пациенты высокого и очень высокого риска, то, соответственно, им проводится эхокардиография каждые 4 месяца. И если мы выявляем пациента высокого риска, соответственно, у нас и возникает всегда вопрос о возможности проведения первичной профилактики. И эти стратегии профилактические, они разделены на 2 большие группы. Это онкологические стратегии, которые включают в себя снижение суммарной дозы антрациклинов, это увеличение длительности инфузии, использование различных менее кардиотоксичных режимов без антрациклинов, использование липосомальных форм антрациклинов, применение декстрозоксана и ограничение одновременного назначения антрациклинов и тростузомаба. Потому что вы помните первые слайды по вероятности возникновения дисфункции, вы помните, что до 22% пациентов имели сердечную недостаточность именно при комбинированном назначении антрациклинов и тростузомаба. И если говорить о кардиологических стратегиях первичной профилактики, то здесь существуют данные, которые касаются в первую очередь применения бета-адреноблокаторов и энолаприла. И вот исследование Оверком показало, что комбинированное применение корвидилола и энолаприла может достоверно влиять на последующее возникновение систолической дисфункции. Кроме того, есть данные, которые свидетельствуют о том, что спиронолактон или верошпирон также обладает кардиопротективными свойствами. Если мы говорим о различных сортанах, то здесь есть доказательная база, которая касается кандесартана. А если мы говорим о... Ну, все кардиопротективные свойства, как бета-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, сортанов и спиронолактона, но касается больше применения, конечно, антрациклинов. Если говорить о тростузумабе, то здесь, к сожалению, каких-то достоверных данных о возможности перечной профилактики возникновения систолической дисфункции доказательная база, она... Ее нет. И в последнее время появился такой класс препаратов, как ингибиторы натрия-глюкозного код-транспортера второго типа. Они изначально были исследованы на пациентах, которые имеют сахарный диабет, но потом в процессе клинических исследований этих препаратов было замечено, что эти препараты достаточно благоприятно влияют на пациентов, у которых имеется сердечная недостаточность. И в последние годы эта группа препаратов достаточно плотно вошла в кардиологическую практику для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. И не так давно эти препараты, ингибиторы натрия-глюкозного код-транспортера, они были исследованы и при возникновении сердечной недостаточности, связанные именно с противоопухолево-лекарственным лечением. И здесь тоже существует доказательная база, которая касается применения. Вот на данном слайде представлены результаты исследований эмпоглифлозина, когда использовался эмпоглифлозин в дозе 10 мг в сутки. И это достоверно снижало выраженность кардиотоксических проявлений у пациентов, которые получали таргетную терапию. И в этом плане нам очень интересно все-таки возможности кардиопротекции другими лекарственными, прочими лекарственными препаратами, отличными от тех, про которые я сказал. И здесь очень интересно применение экзогенного фосфокреатина. Это препарат, который появился в кардиологической практике достаточно давно. Он был исследован еще в прошлом столетии. И изначально он применялся у пациентов, которые подвергались кардиохирургическим операциям. И там было замечено, что применение экзогенного фосфокреатина может снижать выраженность некроза кардиомиоцитов. Затем эта группа препаратов был исследован у пациентов, которые имеют сердечную недостаточность. И также был показан эффект экзогенного фосфокреатина. И вот не так давно исследования были проведены фосфокреатина у пациентов, которые имеют сердечную недостаточность, обусловленную противоопухолевой терапией. И вот было исследование, которое касается использования фосфокреатина при проведении полихиметерапии у пациентов с раком молочной железы. И здесь было достаточно достоверно показано, что фосфокреатин, экзогенный фосфокреатин, он приводит к тому, что достоверно реже повышается уровень сердечного трапонина. И также, кроме того, что есть влияние на трапонин, уменьшается вероятность возникновения систолической дисфункции, то есть изменение фракции выброса левого желудочка. И также проводились и метаанализы, помимо рандомизированных клинических исследований проводились и метаанализы. И вот метаанализ, который был проведен в 2018 году, он показал, что экзогенный фосфокреатин при применении антрациклин, содержащих схем, снижает частоту проявления, частоту различных кардиотоксических проявлений примерно на треть. И экзогенный фосфокреатин, он в настоящее время представлен препаратом неатон. И этот препарат, он включен как в евразийские клинические рекомендации по диагностике, профилактике лечения сердечной недостаточности, так и в согласованное мнение российского кардиологического общества. И с целью кардиопротекции он может использоваться по 2 грамма внутривенно, в 50 мл физиологического раствора ежедневно в течение 7 дней каждого цикла химиотерапии. И я хотел бы представить клинический случай, разобрать клинический случай пациентке, которая с раком левой молочной железы проходила комплексное лечение в 2012 году. Пациентке была выполнена неодевантная полихимиотерапия с антрациклинсодержащими схемами, затем была выполнена радикальная мастектомия, потом продолжена антрациклинсодержащими схемами, адювантная полихимиотерапия и добавлен тростозумаб. И через 10 лет у пациентки было диагностировано прогрессирование заболевания с метастатическим поражением головного мозга, костей, легких, внутригрудных лимфоузлов. И пациентка была направлена на радиохирургическое лечение на гамма-нож. И с декабря по март 22-23 года пациентке была назначена химиотерапия по схеме доцетоксел, тростозумаб и пертозумабхимиотерапия плюс таргетная терапия. И с 13 апреля 23 года пациентке была назначена поддерживающая терапия тростозумабом и пертозумабом. И в мае 2023 года на фоне таргетной терапии тростозумабом и пертозумабом пациентке диагностировано снижение фракции выброса левого желудочка по Симпсону с 60 до 34. Вы видите, вот их кардиографическое исследование. И здесь достаточно невооруженным взглядом видно, что у пациентки имеется значимое снижение систолической функции левого желудочка. И пациентка обратилась к кардиологу, ей был назначен сакубитрил, волсартан, бисапролол и спиронолактон. И она обратилась к нам за консультацией в июле 2023 года. Из клинических проявлений у пациентки была одышка при лёгкой нагрузке и слабость. И на приёме пациентки измерена фракция выброса левого желудочка, и она составила 39%. То есть на фоне стандартной терапии хронической сердечной недостаточности у пациентки фракция выброса левого желудочка выросла всего лишь на 5%, на 5 единиц. И соответственно перед нами встал первый вопрос. Это возможность, так как у пациентки имеется метастатическое поражение, и возможность продолжения таргетной терапии напрямую влияет на прогноз данной пациентки. И если мы не сможем ей продолжить таргетную терапию, то с учётом множественного метастатического характера поражения у данной пациентки прогноз, он конечно неблагоприятный. И какие существуют у нас алгоритмы принятия решения по поводу возможности продолжения противоопухолевой терапии. Существует алгоритм ЭСМА, и вы видите, что у пациентов, которые в процессе противоопухолевой терапии у них наблюдается снижение фракции выброса левого желудочка, возможны различные варианты дальнейших наших действий. Если у пациента развивается симптомная сердечная недостаточность, то есть пациенту предлагается приём кардиопротективных препаратов и рассмотрение возможности проведения первой линии совместно с кардиологом или вторая линия некардиотоксичными препаратами. Но у нас здесь, к сожалению, нет такой опции. Все препараты антихер-2 терапии, они так или иначе обладают кардиотоксическими свойствами. И мне больше нравится алгоритм, который представлен в рекомендациях Русско-2023. И вы видите, что здесь алгоритм действия основан на современной классификации дисфункции сердца, которая связана с противоопухолевой терапией. И наша пациентка, соответственно, она попадает, может попасть в группу бессимптомной тяжёлой дисфункции. И мы, пациентки, обязаны приостановить противоопухолевое лечение. Или так как у пациентки есть какие-то лёгкие симптомы, небольшая дышка, слабость, то после обсуждения мультидисциплинарной команды мы должны принять решение о продолжении или приостановлении противоопухолевой терапии. Но, в принципе, здесь мне кажется, что, конечно, пациентке показана больше приостановка противоопухолевой терапии. И таким образом мы установили пациентке диагноз бессимптомной сердечной дисфункции тяжёлой степени. И, как мы говорили, данную пациентку можно представить как пациентку, имеющую симптомную сердечную дисфункцию с лёгкой степени. Но, в любом случае, лечение будет и в той ситуации одинаковым. И мы больной назначили 4 препарата. Это сакубитрил волсартан в дозировке 100 мг по одной таблетке утром и вечером, бисопролол 2,5 мг утром, аспиронолактон 25 мг в обед и эмпоглифлозин и по 10 мг утром. И именно такая четырёхступенчатая терапия четырьмя препаратами, она, согласно современным представлениям по лечению сердечной недостаточности, представляется наиболее оптимальной. И кроме того, так как у нас пациентка уже получала до этого эти препараты, но при этом не было какого-то значительного повышения фракции выброса левого желудочка, мы приняли решение о применении экзогенного фосфокреатина по 2 мг внутривенно в 50 мл физраствора ежедневно в течение 7 дней. И пациентке предложили прийти к нам повторно на приём через 3-4 недели на фоне приостановления антихер-2 терапии и начала такой комплексной кардиопротективной терапии. И пациентка к нам явилась на приём, явилась к нам на приём, и к нашему счастью, такая терапия, она возымела свой эффект, и вот в августе 23-го года пациентке повторно измерена фракция выброса левого желудочка, она увеличилась до 49%, и мы решили, что учитывая безальтернативность таргетной терапии в длительной перспективе, так как у пациентки метастатический хер-2 позитивный рак молочной железы, положительную динамику на фоне кардиотропной терапии, то есть увеличение фракции выброса левого желудочка и отсутствие выраженных клинических проявлений хронической сердечной недостаточности, мы решили, что в настоящий момент продолжение таргетной терапии у данной пациентки на фоне кардиотропной терапии возможно. И действительно, мы возобновили пациентке таргетную терапию, и к нашему счастью, всё у пациентки складывалось благополучно, и вот в марте 24-го года она была на очередном приёме, и на фоне кардиотропной терапии, и на фоне таргетной терапии тростузумабом, у неё даже наблюдалось увеличение фракции выброса до 52% и отсутствие клинических проявлений хронической сердечной недостаточности, и больная продолжает таргетную терапию тростузумабом без прогрессирования. То есть данный клинический кейс, данная клиническая ситуация, она показывает, что в принципе у пациентов данной категории с снижением фракции выброса левого желудочка на фоне проведения, соответственно, кардиологического специализированного лечения возможно безопасное продолжение таргетной терапии. И такой подход подтверждает исследование, правда это небольшое исследование SafeHeardStudy, где участвовало чуть больше 30 пациенток, и это исследование показало, что у пациентов с раком молочной железы и умеренным снижением фракции выброса левого желудочка от 40 до 50 на фоне кардиотропной терапии возможно продолжение безопасной противоопухолевой терапии. И в заключение я хотел бы выделить основные моменты сегодняшнего нашего вебинара и подчеркнуть важность точного измерения фракции выброса левого желудочка при эхокардиографии и часто плохо выполненное исследование является основанием для отмены терапии. И если какие-то есть сомнения в адекватности, в правильности измерения фракции выброса при эхокардиографии, обязательно переделать надо эхокардиографии. Если у пациента плохая визуализация, заведомо плохая визуализация, то возможно использование МРТ сердца. Также фракция выброса не должна являться единственным критерием принятия решения о продолжении противоопухолевой терапии. Необходимо ориентироваться на выраженность клинических проявлений хронической сердечной недостаточности. Очень важным является наиболее ранняя и полноценная кардиотропная терапия. И очень важен комплексный подход к вопросу возобновления таргетной терапии. То есть, на что мы должны ориентироваться, кроме фракции выброса левого желудочка? Это стабилизация или частичный регресс клинических симптомов. То есть, у пациента уменьшается дышка, слабость, отеки. И в совокупности с этим у пациента есть отсутствие дальнейшего падения фракции выброса левого желудочка или рост фракции выброса левого желудочка. Это должно нас наводить на мысль на то, что таком пациентам можно возобновить противоопухолевое лечение. И, безусловно, очень важно тесное сотрудничество онколога и кардиолога в обсуждении вопроса о возобновлении терапии. Этот вопрос, он всегда должен решаться двумя специалистами, онкологам и кардиологам. Спасибо большое.